Алексей Давыдов за рулем 15 лет. За это время он сменил не один автомобиль, но остался верен своему главному принципу – ездить только по правилам. У нас на дороге уже большое количество транспорта, и водители разные. То есть кто-то лихачит, кто-то ездит спокойно. Я сам не нарушаю, поэтому я не боюсь штрафов, что они подняли. Ну, в первую очередь я за безопасность на наших дорогах. Таких, как Алексей, на сочинских дорогах немало, но все же есть исключения. Тех, кто любит полихачить или сесть за руль в нетрезвом виде, накажут по всей строгости новой редакции закона. Сильнее всего изменения ударят по кошельку именно нетрезвых водителей. Такие не только лишатся прав от полутора до двух лет, но и заплатят штраф в 30 тысяч рублей. А при повторном нарушении придется выложить 50 тысяч и ходить пешком три года. Кстати, всем, кого лишили прав, придется снова сесть за парту, пересдать экзамен на знание ПДД. Новый закон вводит и допустимую норму алкоголя 0,16 промилле. Но это не значит, что водителям можно выпивать за рулем. Эти цифры отражают только погрешность прибора. Вообще, минимальный штраф на дороге теперь 500 рублей. А за повторное нарушение и вовсе вводится дополнительная ответственность. Проехал на красный свет, заплати тысячу рублей. Снова нарушил то же правило, отдай пять тысяч или права сроком до полугода. Труднее станет и тем, кто любит говорить по телефону. За разговоры за рулем придется выложить полторы тысячи. Столько же, если не пропустил пешехода. В два раза больше за отсутствие детского кресла, а езда без ремня безопасности обойдется в тысячу рублей. Одним словом, нарушать правила дорожного движения становится невыгодным. Наказание увеличили по более чем 50 пунктам кодекса об административных правонарушениях. Впрочем, новая редакция закона дает и послабление водителям. Теперь за превышение скорости до 20 км в час штрафовать не будут вообще. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.